Хотел бы, конечно, начать наверняка с Харькова, потому что последние недели российская армия оккупационная очень сильно бьет, чем только попал, С-300 и КАБами, и Шахедами. И вот сегодня появилась, вчера появилась информация в издании The Economist о том, что якобы Россия хочет сделать с Харькова серую зону. Что за тактика, Сергей, как вы считаете, я так понимаю, они просто хотят уничтожить наш город? Ну, я еще до Economist у себя в Telegram-канале писал об этом недели две, что они, по всей видимости, у них сменилась концепция. То есть была концепция «Киев за три дня, и мы вас освободим от нацистов». Ну, понятно, это как бы такая формулировка, на самом деле хотели сменить в Киеве режим на лояльный Кремлю. Это не получилось, третий год войны пошел, да, уже как такие задвинения никак не получаются, и в итоге их концепция сменилась на «мы вас уничтожим, мы вас освободим, нам, мы вас уничтожим». И вот эта история, в свое время Путин, по-моему, говорил о том, что нужно создать санитарную зону на границе с Украиной, вот они перешли, в общем, к реализации этой тактики. Эта тактика известная, там, с давних времен называется «выжженная земля». То есть нужно создать какой-то такой кордон, не знаю какой глубиной, там, 50-100 километров, где люди просто жить не смогут и не будут. И Харьков сейчас уничтожают буквально, вот как город, как место, где живут люди, в полном соответствии с этой концепцией. То есть они просто вот его сносят буквально с места земли, учитывая и применение кабов там, и разного рода ракет и так далее. И выглядит это вот как мне представляется именно так. То есть они хотят создать такие условия, при которых люди в Харькове жить не смогут. Сергей, если говорить о том, о том линии боевой, которая сейчас есть и на Донбассе, вот в последнее время очень много техники бросает Россия, бросает Кремль. Много очень уничтожается в районе Авдеевки и в районе Бахмута, Часова Яра. Раньше они бросали только мясные штурмы, да, там Z-разные формирования, V-формирования. Чем это обусловлено, то, что вот сейчас именно столько техники? Вот за последнее, с 29 марта, если читать Генштаб вооруженных сил Украины, около 50 танков они потеряли только около Авдеевки. Ну это означает, во-первых, что танки у них есть, раз они их тратят в таких количествах. Во-вторых, они, по всей видимости, пытаются добиться какого-то прорыва. Возможно, почувствовав, что вооруженные силы Украины сейчас не очень могут вести какие-то наступательные действия, что сопротивление ослабело, возможно, им это повод так думать дало взятие Авдеевки. Хотя это, на мой взгляд, не совсем так. Но, тем не менее, они вот перешли к такому равномерному давлению по всей линии фронта, в надежде, что где-то треснет, что где-то удастся осуществить какой-нибудь хотя бы оперативный прорыв. Оперативный прорыв – это где-то километров на 100 вглубь территории Украины. Пока предпосылок к этому я не вижу. Но вот у них, очевидно, тоже наметился успех на линии часов Яр. То есть они вот сейчас, я так понимаю, зацепились за его окраину и пытаются оттуда вытеснить украинские войска. Потому что контроль над часовым Яром, дает им контроль над высотами и, соответственно, дает такой визуальный контроль над очень большой территорией. А техника на базах хранения полна этой техники. Она старая вся, там, дряхлая, древняя. Но, тем не менее, она ездит, стреляет и дает возможность продолжать вот это вот такое наступление с не очень понятными целями. В том смысле, что понятно, что они там на Киев сейчас вряд ли пойдут. Даже на Харьков вряд ли пойдут, несмотря на все обстоятельства. Но их задача перемалывать путем больших потерь своих, перемалывать заодно и украинские войска тоже. Украинцы тоже несут потери, это очевидно. Пока украинцам удается фронт держать относительно стабильным, но, по всей видимости, в российском генштабе или в российском руководстве, я не знаю, кто там принимает решения, вероятно, Путин там единоличный, может, какой-то его ближний круг, что где-то удастся прорваться, а там уже, глядишь, куда-нибудь там кривая вылезет. Это противоречит военной науке, потому что военная наука говорит о важнейшем принципе концентрации сил. То есть нужно где-то сконцентрировать силы и прорвать фронт, и тогда уже развивать успех. Пока у них такого прям очевидного успеха нигде нет, и они используют такую тактику ползучего наступления. Тут продвинулись на 200 метров, тут на 500, тут на километр и так далее. Сергей, если говорить о наших союзниках, вот генсек НАТО, Иоанн Столтенберг сказал следующее. Он сказал, что Украине нужно самой решать, на какие компромиссы идти. Там нет слов о том, что можете дальше воевать до 1991 года. Вот он говорит четко о компромиссах. Потом появился Герхард Шрёдер, большой друг Путина, который был канцлером, да, в Роснефти работал. И он говорит, что Путин якобы готов к переговорам. Вам не кажется, Сергеич, что вот сейчас армия Российской Федерации, вот потери техники и живой силы, они пытаются максимально достичь каких-то целей для себя, чтобы потом давить на переговоры? Это одна из версий. Возможно, они тоже понимают, что бесконечно вот так воевать невозможно, даже при их ресурсах, что когда-то эту историю нужно будет заканчивать, а значит, нужно успеть вот отожрать как можно большее количество территорий. У них же все меряется только квадратными метрами и километрами. Все их успеть. Не важно, что на этих квадратных метрах и километрах ничего не останется вообще живого и целого. Все там будет разрушено, как та же Авдеевка. Это не имеет значения. Главное, вот территории побольше и подальше. И, возможно, это одна из версий, что дело идет к какому-то компромиссу. Все сейчас ждут, конечно, ноября, чем закончатся выборы в Штатах, будет ли Трамп, останется ли Байден и так далее. И в преддверии вот этого возможного компромисса, опять же, возможно, еще пока никто об этом не говорит, но постоянно циркулируют какие-то слухи, а дыма без огня не бывает, как известно. Россияне пытаются захватить как можно большее количество территорий. Сергей, также я бы хотел вспомнить, конечно же, авиацию, которую нам очень долго и постоянно обещали. И вот мы ждем, 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 а ее нету. Конечно, мы говорим о Ф-16. Минобороны Нидерландов сказали следующее, что они готовят все для того, чтобы передать нам 24 Ф-16. Мы, если припоминать, они, наши союзники, пообещали 61 Ф-16. Ну вот Зеленский, президент Украины, сказал следующее, что в этом году, в 2024 году, ВСУ получит только 10%. Я так понимаю, это 6 только Ф-16 истребителей. Как вы считаете, почему так тянут? Мы же понимаем, доктрина НАТО, да, наступления не может быть, и то, что было лето 2023 года, не может быть без авиации. Но вот уже столько времени Ф-16 не дают. Это может быть какой-то тоже, как точка давления на Россию, к переговорам или еще что-то. Потому что, ну вот, говорили, что будет в конце 2023 года авиация, нету. В начале 2024 года нету. Сейчас говорят о том, что вот этим летом будет авиация, а вот сейчас, говорит Зеленский, только 10%. Я, честно сказать, не знаю ответа на этот вопрос. Чем они там руководствуются? У НАТО, вот у Соединенных Штатов и у НАТО в целом полно этих Ф-16, да, которые можно было бы давным-давно уже, с учетом того, что война идет третий год, привести в порядок и передать Украине. Да, и научить пилотов, и все, что угодно сделать. Но вот эта вот дозированность, с которой поступают вооружения в Украину, наводит меня на мысль о том, что это делается намеренно. И вообще на Западе, как мне кажется, есть две партии. Партия войны и партия мира. Партия мира – это не та, которая за мир с Россией. Вовсе нет. Это та, которая за истощение России. Тянуть Россию в конфликт, дать ей там увязнуть по самые уши буквально, после чего выключить ее, чтобы она перестала быть субъектом мировой политики, региональной политики тоже. То есть Россия должна перестать представлять из себя угрозу. Для НАТО, для Европы, короче говоря, для Запада. И вот это им практически удалось. Был момент, когда партия войны и партия мира соревновались. То есть партия войны, она за то, чтобы Украина быстро победила, дать много оружия. И в принципе, если бы, скажем, осеннее наступление 22-го года украинское в Харьковской области, вот если взять его, да, если бы тогда Украина имела хотя бы половину тех вооружений, которые она получила к лету 23-го, к началу, собственно, своего наступления, да, в Запорожской области, например, то я полагаю, что там результаты были бы куда более впечатляющими, хотя они и так были впечатляющими, прямо скажем, да. То есть в случае наличия большого количества ресурсов, большего, точнее, украинской армии удалось бы, мне кажется, обвалить весь Северный фаз фронта, и конфигурация сейчас выглядела бы все там совершенно по-другому. То есть местами бы вышли на границы 91-го года буквально. Но этого не было, подставки оружия носили ограниченный характер, так они их, собственно, и носят. Вот такое ощущение, что они вот так по чуть-чуть дают, чтобы Украина не проиграла, но и быстро не победила ни в коем случае. Сейчас уже речи о быстрой и вообще о какой-либо победе не идет, потому что не очень понятны контуры этой победы, да, в чем, собственно, победа Украины должна заключаться, по мнению Запада. По мнению Украины понятно, выход на границы 91-го года, включая Крым, восстановление территориальной целости. А по мнению Запада, по всей видимости, вот этой партии мира, так называемой, о которой я говорю, это, собственно, такой долгий, вялотекущий конфликт с периодическими обострениями. Если они видят, что украинская армия начинает опять, подбрасывают какое-то оружие, там, атакам вдруг дали, да, то не давали их вообще ни в какую, то вдруг дали. По-моему, Storm Shadow или Скальпы и так далее и тому подобное. Сейчас вот в какой-то момент, осознав, что украинская армия начинает опять отходить, они дадут самолет. Какое-то их количество, которое поможет парировать действия российской авиации, парировать вот эту историю с планирующими бомбами, отогнать российскую авиацию от границы. Таким образом, как бы, чуть-чуть баланс восстановит. Но дать столько оружия, сколько нужно для того, чтобы Украина быстро и решительно победила, вот, очевидно, они не хотят. Хотя, еще раз повторяю, в Европе такого количества оружия нет, оно есть в Штатах, в Штатах его море вообще разливанное, хоть сколько, там три стола тысячи танков Абрамс на хранилии стоят, первых модификаций, которые вот уже никогда не будут использовать американская. Вот они просто стоят на базах хранилии. Их давным-давно можно было восстановить, давным-давно можно было привести в порядок и давным-давно передать в Украину, сто лет назад. Но они что-то вот как-то с этим не очень это хотят делать, потому что, вот я как раз пытался объяснить, почему. Да, Сергей, ну вот вы вспомнили о трех с половиной тысяче Абрамсах. Мы напомним зрителям, что нам передали в СУ только тридцать одну единицу. Год от обещаний Байдена к прибытию прошло, и мы уже понимаем, фронт в тысячу триста километров, тридцать один танк не очень-то много и решит каких-то задач. Если говорить о помощи, вот, которой мы ждем от голосования в США, мы знаем, что ее должно быть одним пакетом, это помощь Украине, Израилю и Тайваню. Вот нам жизненно необходима эта помощь, 61 миллиард долларов, об этом говорит и Владимир Зеленский вчера говорил. Скажите, пожалуйста, насколько Израиль ждет и насколько он зависит от этой помощи сейчас? Ну, речь идет о дополнительной помощи Израилю. Там 11 миллиардов, по-моему, это дополнительная помощь. Так, Соединенные Штаты в год давали военной помощи Израилю примерно на 4 миллиарда долларов. Это закон Соединенных Штатов. Нельзя обойти, нельзя нарушить. Это Соединенные Штаты, там все по закону. Поэтому помощь в рамках вот этих прежних пакетов мы продолжаем получать. Но зависимость Израиля от Соединенных Штатов в плане поставки оружия вообще, в принципе, она по некоторым параметрам критическая. Не по всем, да, там, скажем, танки мы делаем сами. Но, скажем, артиллерийские снаряды, там, авиационные боеприпасы, всякого рода бомбы высокоточные и не очень высокоточные. Это, собственно, самолеты, да, у нас вся авиатехника, вся буквально американская. Самолеты F-16, F-15, F-35 и вертолеты Apache. Все американские. Вот. И если предположить, что завтра американцы вот возьмут и вообще прекратят помощь Израилю, что крайне маловероятно, но если это предположить, то тогда у нас большие проблемы. Да, Сергей, конечно, хотел бы вспомнить сегодняшнюю новость о том, что Цахал якобы вывел, да, часть войск из юга Газы. Белый дом отреагировал, сказал на это. Кирби сказал следующее, я процитирую, что сокращение численности израильских войск в южной части сектора Газа связано с необходимостью отдыха и перевооружения. И также хотел бы вспомнить разговор Байдена и Натаньяху. Говорят, что он не очень был приятен. И вообще, Сергей, какие сейчас отношения именно в власти Израиля, Натаньяху с Белым домом? Ну, во-первых, не якобы, а вывели. Части 98-й дивизии элитной выведены с юга сектора Газа в рамках типа переформирования, доукомплектования там и отдыха. Потому что дивизия 4 месяца вела бои за город Хан-Юнс. Тяжелые бои уличные, поэтому части нуждаются в отдыхе. Не то, чтобы там в пополнении потери были там крайне небольшими, но тем не менее. В отдыхе они нуждаются. И в рамках, как говорят, в рамках подготовки к наступлению на Рафье, последний город в Газе, который удерживает Хамас, так во всяком случае это объясняется. Оформлено это было чрезвычайно странно, на мой взгляд. То есть сначала мы узнали об этом из каких-то телеграм-каналов левых, потом об этом стали писать уже ресурсы посерьезнее со ссылкой на источники в политическом и военно-политическом руководстве. И только к обеду вчерашнего дня появилось сообщение от пресс-службы армии о том, что действительно 98-я дивизия покинула сектор Газа и фактически маневренных войск в Газе не осталось. Только вот линия Карни-Ницарим посередине анклава удерживает бригадой Нахаль при поддержке 401-й танковой. Ну там боевые группы расположены на аванпостах, чтобы исключить переход жителей Газа из юга на сеть. То есть в принципе по большому счету войск в Газе нет больше. И это было воспринято вот с учетом того, как это было оформлено, это было воспринято действительно как вывод войск и непонятно почему. Выглядит это странно. То есть с одной стороны мы как бы да, выходим из Хан-Юнеса для того, чтобы жители из Рафиаха могли переместиться в Хан-Юнеса, мы потом бы могли начать штурм. С другой стороны выглядит как уступка Хамасу под давлением американцев. Трудно сказать, что это было. Это опроверка и министра обороны ЮАФ Галланд. Это опроверка Нетаньягу, который сказал, что мы вот нанесли Хамасу тяжелый удар, мы в шаге от победы и вот мы эту войну в любом случае закончим, наступление на Рафиах будет. Сегодня было заявление Бенгвира, это министра национального безопасности, такой один из ключевых членов нынешней коалиции. Он сказал, что если не будет наступления на Рафиах, не будет правительства. То есть мы как бы развалим правительство, потому что Нетаньягу-то не имеет право руководить страной, если он эту войну не завершит. Короче, полный дурдом, ничего не понятно. И сообщают параллельно о прорыве на переговорах по сделке об освобождении заложников в Каи. И как это все расценивать, трудно сказать. То есть можно делать несколько выводов, взаимоисключающих. Первый – это какая-то хитрая ловушка. То есть Израиль готовит ловушку Хамасу и внезапно атакует Рафиев. Сегодня Рафиев бомбили ночью, кстати, но это обычно и раньше происходило, пока там ничего выдающего этим не происходит. В 2008 году, в свое время, перед операцией «Литой свинец», как раз Израилю такой финт удалось провернуть. Когда Эхут Ольмер, тогдашний цемьер-министр, на заседании правительства сказал о возможных слухах по поводу начала войны с Хамасом тогда, что да нет, да ни в жизнь такого не будет, да мы за переговоры, да ни в коем случае. Хамас расслабился и на следующие сутки израильская авиация нанесла такой мощный удар по анклаву и у Хамаса были очень большие потери. Потом началась попутная фаза операции. Она, правда, закончилась ничем, Хамас тогда не добили, но вот факт был, что их поймали тогда, вот в ловушку. Будет это в этот раз так или нет, трудно сказать, я, например, в этом сильно сомневаюсь. Вторая версия это то, что, не выводы, а версии я имел в виду происходящего, когда говорил раньше, это то, что под давлением американцев мы пошли на уступки и выполнили, в общем, главные условия Хамаса для начала переговоров, это вывод войск из сектора газа. По сути дела, Хамас получил то, что хотел, не отдав ни одного заложника и ничего не предложил за ним. И это очень такая печальная история, если это действительно так. Что касается отношений не Таньягу и Белого дома, там все плохо, у них они очень напряженные и с Байденом у них там, в общем, такой разлад, как бы, они друг друга терпеть не могут, но вынуждены общаться, учитывая, что все-таки вот мы ведем войну, это наш главный союзник американцы там и так далее. А в Америке выборы, все упирается в эти проклятые выборы. Все, до ноября, я полагаю, что такой сильной поддержки нам от американцев ждать не стоит. Сергей, если говорить об Иране, о том, 2 или 3 дня назад тоже СМИ писали, что якобы может Иран как-то начать войну, потому что мы же знаем, Израиль атаковал объекты иранские. Насколько серьезно сейчас можно говорить о том, что Иран непосредственно может вступить в войну или все же будет это делать руками с Ливана и с Хезбулла будут активнее действовать или это сейчас не вариант? Ну, это сложный вопрос. С одной стороны, Ирану надо реагировать, то есть удар был нанесен по его консульству, то есть фактически по территории Ирана, несмотря на то, что это было в Дамаске, погибли 7 высших и старших офицеров корпуса стражи Исламской революции со стороны Израиля. Если это был Израиль, то Израиль не берет ответственность за это, я напомню. Как у нас говорят, это были ВВС Лихтенштейна. Так вот, это самая высокопоставленная ликвидация иранского военного вообще за всю историю конфликта Израиля и Ирана, начиная с 70-х годов. Высокопоставленнее была только ликвидация генерала Сулей Маги, командующего силами Пуц, но он был убит американцем в пригороде Багдада в 20-м году. И Ирану, по идее, надо как-то на это реагировать, потому что иначе он, тут Ближний Восток, тут нельзя на такие вещи не реагировать, нельзя их оставлять без ответа. Но с другой стороны, Иран тоже находится в своеобразной ловушке. Атаковать Израиль напрямую сейчас, у него есть несколько способов отомстить. Атака напрямую из Ирана. Баллистические ракеты, крылатые ракеты и дроны, скажем. Прямо с территории Ирана запустить их по Израилю. Во-первых, израильское ПВО достаточно мощное, четырехплойное. И подлетное время очень большое. Баллистика долетает до нас от Ирана примерно за 30-40 минут. То есть у нас будет много времени подготовить. И это даст Израилю абсолютную ленитимацию для ответного удара по Ирану уже. Прямо непосредственно по его территории. Обладая такими ВВС, какими обладает Израиль. А Иран не обладает средствами защиты от воздушных ударов. У него практически нулевой ценности ВВС и довольно слабое ПВО. То Иран может сильно при этом пострадать. Второй вариант это сделать силами своих прокси. Той же Хизбаллы в Ливане или каких-то проиранских группировок в Сирии. Оно вроде как да, но с другой стороны это не совсем по понятиям ближневосточных. Как бы по оскорблению это нанесли им и они должны ответить. А не то, что какие-то там их проиранские силы в той же Сирии. Потратить на это Хизбаллу, а если это произойдет со стороны Хизбаллы. Ну там они, не знаю, если она обстреляет при граниче возле Ливанской войны, это так каждый день обстреливают. Это трудно будет списать на акцию возмездия. Значит, нужно обстрелять, скажем, там, не знаю, Хайф, например, да, или Телеви. Это абсолютно тут же даст Израилю повод к войне и повод для легитимации, для ответного удара по Хизбалле. И в результате Иран может лишиться своего главного вообще стратегического актива на израильской границе. Главного вообще сдерживающего фактора. Потому что Хизбалла в свое время накачивалась Ираном оружием и создавалась вот в том виде, в котором она есть сейчас, для противостояния с Израилем. Для того, чтобы контролировать Ливан. Ливан, все, уже развалился, там уже государства как такового нет. И Хизбалла нужна Ирану для того, чтобы в случае атаки на иранский ядерный объект у него было чем ответить. Потратить вот так вот ради акции возмездия даже за генерала Захиди как-то вот мало вероятно. И возникает третий вариант, это атака на какое-нибудь израильское гиппредставительство, где-то за границей, там, на какой-то еврейский объект, какую-то синагогу, там, не знаю, Брио-де-Жанейро, там, что-нибудь в этом роде, и либо что-то подобное происходит, и иранцы выдают это как акцию возмездия за ликвидацию своих офицеров в Дамас. Такое уже тоже бывало. Но насколько это произведет впечатление, там, на Иран и его союзников, на иранцев и их союзников, трудно сказать, да, вот насколько они поверят в то, что это и была акция, возьмешь, так и было задумано. В Ираке, вот, например, они, когда месяца два-три тому они обстреляли Ирак, попали ракетой в дом, где-то в северном Курдистане, и сказали, что это была база МОСА. Вот, как бы, вот это была их медь, тоже за какую-то ликвидацию, там, правда, рангом поменьше. Так что, какой вариант иранцы выберут, я не знаю, но любой из них, он грозит Ирану всякими последствиями, или идеологическими, или физическими, вот, потому что Израиль, в общем, только их ждет, только дайте нам повод. Сергей, как вы считаете, сколько еще будет длиться операция Цахала в секторе газа, или сейчас сложно сказать, насколько все затянется? Понятия не имею. Говорили о том, что год может быть больше, в каком виде она будет длиться, да, как в Иудее и Самарее, или на Западном берегу, как вы это называете, так как может 20 лет длиться она, да, если армия, там, сохранит за собой свободу действий, свободу рейдов, там, значит, трудно сказать. То есть, если мы Хамас не добьем сейчас, да, вот в эту кампанию, то это все грозит вылиться в такую бесконечную череду вот таких операций, которая может длиться еще, я не знаю, десяток лет, как минимум, а может и больше. Поэтому сейчас какие-то оценки делать сложно сказать, сейчас все будет зависеть от того, начнется операция в Рафиэке или нет, если начнется, чем она закончится, и насколько удастся заместить Хамас чем-то или кем-то в секторе газа. Потому что уничтожить Хамас – это не проблема, проблема его кем-то заменить. Потому что если там вот уничтожить Хамас, опять же, что такое уничтожить Хамас, как это возможно, да, не как идеологию, даже не как организацию, мы его там не уничтожим. Ну, убить там, не знаю, 50 тысяч боевиков и выйти оттуда, там тут же образуется вакуум, который тут же заполнится тем же самым Хамасом. Через какое-то время. Поэтому тут много есть таких переменных, ответы на которые мы пока не знаем. Сергей, спасибо большое вам за этот разговор. Спасибо, что начали время проговорить важные процессы, которые есть и в Украине, в войне против России, и, конечно же, в войне цахов против террористов Хамас. Я желаю и вам, и нам скорейшей победы и уничтожения вот этих формирований, которые уничтожают наши народы. Спасибо вам. Спасибо. До свидания. Нагадаю нашим глядачам, з нами був військовий журналіст з Ізраилю Сергій Ауслендер. Обовязково підписуйтесь, обовязково коментуйте, ставьте лайки і діліться нашою розмовою. Мене звати Ігор Гаврощак. Ми з вами побачимось в эфірі 24 каналу. Дякую. Продолжение следует...